Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Довольно-таки круто Довольно-таки круто Да, кстати, попутно здесь уже начал поиски батарейки у поставщиков, но говорю, что довольно-таки редкая модель в обслуживании, и вот пока что двое написали, что нет. И пока не было. Так, ладно, донорская у нас есть, там у нас донорское устройство довольно долго лежало без пользования, там батарея в принципе окей. Там вот единственный вопрос, что ее как раз-таки благодаря вот этим пластикам нужно аккуратно снять. Так, вот это дело немножко в сторону, и давайте посмотрим по телефончику. Так, по телефону у нас задача демократично восстановить, то бишь недорого, и будем применять хорошую проверенную копию. В данном случае, да, поставим ТФТ, потому как там с солидами есть нюансы. Что-то тоже такое ощущение, что уже открывали телефон, как-то вот, знаете, нет такого ощущения, что первород, прям что кто-то был уже здесь. Так, и здесь батарея тоже вздута, ё-моё, да как так, что у человека происходит вообще? Пользуем из девайса. Батарейка вздута, ее придется менять по-любому. Вот бьюсь об заклад, что это пользовались зарядкой мощной, 20-ваттной, и вот к этому это приводит дело. На самом деле, да, уже не первый раз замечаю, и есть подтверждение из диалога с клиентом, что да, возможно использовалось там, допустим, ну по таким же аналогичным случаям, как бы уже спрашиваем, интересуемся. Заряжали мощным блоком? Да, мощным, вот, привет. Так, да, батарея здесь в замену по-любому, это неприятный сюрприз для владельца, в таком виде оставлять нельзя, тем более, что будем ставить ТФТ-экран, а батарея будет в таком виде прямо давить на него изнутри довольно сильно, потому что там более утолщенная версия экрана идет, и как бы не получится их совместить. В таком виде батарейку менять по-любому. Так, давайте, да, подключим с этим недорогим экраном, проверим, ну и владельцу опять нужно будет это все обозначить. 11 Pro Max, и уже вздута батарейка. iPad, и уже вздута батарейка, вообще первый раз такое вижу. Сейчас, кстати, попытаюсь немножко у владельца узнать информацию, чтобы уже доподавно точно ее изложить, ну хотя бы поинтересоваться, что чем заряжали, да что такое. Ну, как вы знаете, всегда стараюсь обращать на это внимание, больше собирать такой статистический данный, вот, в концепции вот этого всего происходящего, и то, что мы вот эту XR-очку тестим, да. Кто, кстати, не знает, что это такое, в предыдущем видео можно посмотреть историю, начало истории, это вообще процесс эксперимента, так скажем, и вот, ну, всегда вот эти данные очень важны, на самом деле. Так, проверяем с другим экраном. Так, вот такой вот у нас экранчик. Это, что называется, недорогое издание экрана, и его, как бы, соотношение цены и качества, ну, является приемлемым. То есть он в три раза буквально дешевле, нежели чем оригинальный родной элемент. И да, эти вещи не молодеют, как бы, теряют, собственно, в стоимости, ну, практически каждый день, тем более, сейчас уже 13-я серия, и на 11 Pro, как бы, демократично восстановить, ну, все больше имеет целесообразности. Так, ну, почему, да, и предлагаем, на самом деле, сейчас, то есть батарейку можно заменить, используя официальные процедуры через наших официальных партнеров, либо, соответственно, поставить, ну, что называется, чтобы выдавало сообщение, так скажем. Так, есть изо. Да, данный экран TFT типа, это, то есть, ну, как, допустим, вот, как на айфоне XR, на айфоне 11, то есть это не OLED, не AMOLED, и его цена, ну, вот, говорю, в три раза дешевле. Так, белый фон, равномерное изображение, все у нас окей. Так, по сенсору там у нас не выключалось, здесь все нормально. Так, ну и давайте, да, в таком виде попробуем его закрыть, пробно, так сказать, и посмотреть, насколько будет батарея давить изнутри. Нет, такого давления нету, насколько я ожидал, но он и сидит довольно-таки так высоко. Прям явных продавливаний, вот как, допустим, вот здесь вот, где камера идет, и он упирается в нее, в области батарейки такого нет. Так, ну ладно, здесь уточним у владельца, по-хорошему, конечно, здесь батарейку менять, но если у него, допустим, какая-то идея вот демократично восстановить и продать, что называется, то, может быть, и батарею нет смысла в данном случае менять. Так, по желанию владельца, сейчас уточним. Экран вы можете оценить сами, то есть тут еще не подключены светодатчики, но как бы вот белый фон, равномерное изображение, уровень яркости приемлем. Недорого восстановить, это довольно-таки хороший вариант. Так, да, немножко пообщавшись с владельцем, там он сейчас, не видимо, еще пишет историю, почему так произошло с батарейкой. Попросил его вообще, ну, как бы, хотя бы примерно рассказать, как заряжалось устройство, как пользовалось в эксплуатации, что все-таки решили батарею менять, потому что, ну, видимо, все-таки будет пользоваться еще владелец устройством. Хотя, не знаю, здесь, понимаете, вот как, когда он увидит с таким экраном, может быть, это, конечно, другие ощущения, другое все. Ну, и здесь уже индивидуальное будет решение принято. Да, так, меняем батарейку, получается, меняем экранчик. Ну, собственно, стандарт, демократичное восстановление. Планшет, тем временем, у нас также висит на индикации зарядки. Я вот думаю, что, да, выход из строя одного блока, все-таки батарейка может суммарно не накапливать тот объем мощности, который необходим для старта устройства. Но вообще, в таком виде оно все-таки должно там пытаться показывать яблочко и пытаться загрузиться, стартануть. Нужно, видимо, подождать. Так, хотелось бы все-таки, да, его стартануть, убедиться, что окей, и потом уже заниматься дальнейшим восстановлением. Сейчас интересно будет узнать историю, как заряжалось устройство 11 Pro Max. Ну да, вот чтобы не быть голословным, вот так вот покажу, без пользовательских данных. И получается, да, по истории, что купили, получается, бэушный аппарат, и, соответственно, он уже был в таком виде, то есть не знают историю использования. А планшет тоже, получается, купили бэушный. Да, кстати, за экран вы просили 18 тысяч, у нас цена в два раза дешевле, практически. Так, и получается, тра-та-та-та-та-та, планшет даже не смогли запустить, как они сказали, так что как и чем его заряжали, не могу сказать. А, ну понятно. Так, планшет не смогли запустить, ну понятно, не смогли запустить, потому что там шлифа оторваны были. Так, ладно, окей, все делаем, все делаем. Ну да, получается у нас по производству, дата производства батарейки 25 неделя, 19 год. Я так понимаю, что это один из самых первых iPhone 11 Pro Max. Ну и да, мы имеем вот такое вздутие. Конечно, жалко, что тут до конца не узнать историю, но бьюсь об из заклад. Это Quick Charge. Так, это в сторону. Да, еще что подумал, думаю, все-таки не дождаться в таком виде старта планшета, потому что батарейка в таком виде просто может не брать заряд, потому как неправильно может отдавать свой статус и вообще понимание планшета, что с батареей. Соответственно, придется, видимо, все-таки снять донорскую и установить уже сюда. Ну да, ладно, это позже. Глянем, разберемся. Пока есть чем заняться. Так, промежуточно проверим перед финальным закрытием. Так, и у нас, да, вот на этих экранах на самом деле не всегда вылазит вот это сообщение о замененном экране. В данном случае оно есть. С чем это связано? Почему всегда, почему иногда нет, иногда есть? Вот это как бы немножко вопрос. Может быть, кстати, с версией системы. Ну, не суть важна, оно пропадет через какое-то время. Так, и у нас также должно быть сообщение об аккумуляторе. А, ну да, вот оно у нас два есть, одно второе. Повиси 14 дней, после этого не будет его. Так, да, вот оно так еще раз. Да, здесь даже у нас идет, поддерживается функционал True Tone. Но на таком экране, как бы, надеяться на какой-то, именно на True Tone нет смысла, на самом деле. Потому что тут его изначально цветовая гамма, она немножко, конечно, отличается. Немножко-множко. Даже я бы советовал выключать эту опцию, чтобы был более правильный оттенок. Так, собственно, все в порядке. Закрываем. О, ребята, чумовой момент. Вернее, ключевой. Стартует. Да, видимо, подкопила все-таки батарейка, необходимый заряд. Но сейчас либо может на яблоке висеть, либо может стартанет. Да, стартануло, окей. Да, сообщение о Face ID. Кстати, да, это планшет с Face ID функционалом. О, даже разблокируем у нас он. Отлично. Так, хорошо. Давайте проверим работу сенсора. Это важный момент. Так, зажимаем иконку. Начали везде таскать. Чик-чик-чик-чик-чик. И как у нас это есть? Sound test, power of test. А это у нас icon test. Да, затестить эти вещи очень важно, потому как здесь много всего нужно сделать. Блин, вообще космическое устройство. Посмотрите, какой экран. Это просто супер вообще. Ну и да, в первый случай вот это интересные вещи. Ах, камера вообще. Так, ладно, это мы еще посмотрим, когда все соберем. Так, собственно, его будем восстанавливать. Менять батарею. И, ну, экран у нас уже окей. Да, интересно, кстати, в таком виде еще сейчас вот тыкнем в компу, посмотрим состояние аккумуляторной батареи. Но, по идее, вот этот блок, вздувшийся, он у нас, не знаю, наверное, никого плюса не будет добавлять. И, возможно, у нас мы увидим 50%, может быть и выше, может быть и ниже. Так, а еще что хотел глянуть. Здесь ведь, если я не ошибаюсь, нету стандартных настроек. Давайте глянем. Стандартных настроек по состоянию аккумулятора. Так, тут сброшено, прятать нечего. Там другая для этого предусмотрена процедура, о которой мы уже рассказывали. Так, все отлично, живой, это радует. Я думаю, владельцы тоже будут рады. В принципе, здесь довольно демократичное восстановление. В отношении, соотносимо со стоимостью устройства. Так, и он у меня вырубился. Ну да, и снова включается. Ладно, окей, пусть подкопит заряд, посмотрим состояние батарейки. Видели магию? Чики, нет пузырей. Баба у рюнува. Так, тут у нас, да, все отлично. Да, вот это сообщение можно вот так вот смахнуть. И оно уже более не будет здесь появляться. Так, хочу еще по функционалу проверить, раз у нас тут сброшено устройство. Вернее, есть пароль. Так. Ну да, все в порядке у нас здесь, все отлично. Так, по вот этому экрану, почему сказал вначале, что OLED сейчас не предлагаем. У них там были определенного рода проблемы с отображением HDR-контента. И вот поэтому мы перешли вот на эти экраны TFT. То есть у него в этом плане все окей. Ну вот да, есть небольшой нюанс, что они раз через раз как-то выдают на каких-то телефонах сообщения о замененном экране. На каких-то не выдают. Но это уже такая вещь. Если, в принципе, человек идет сознательно на недорогую демаркетичную копию, то здесь как бы это уже нужно понимать, что там либо окей, либо окей. Так, один у нас готов. Давайте займемся планшетом. Тут все по красоте. Дешевле в два раза, я так понимаю, чем по месту пребывания владельца, чему, собственно, все и рады по целой цепочке. Да, я напоминаю, все вещи, которые мы показываем, есть у нас в продаже в магазинчике. Эта информация даже больше относится к сервисникам, к мастерам, которые обслуживают по месту человека. И это у нас Липецк. Я напоминаю, ребята, можете у нас взять вот этот экран. Хороший, на самом деле, проверенный. Я думаю, будете довольны и вы, и те люди, которым вы будете это устанавливать. Так, наша задача, да, опять же, на таком объеме у нас вот это все больше возможности этого всего дела проверить. Мы и сами, соответственно, уже это устанавливаем, проверенное лично. И, соответственно, предлагаем в продажу за умеренные денежные средства. Так, продолжаем. Так, ипэдик у нас заморосил, заморосил. Что-то уже не включается. Так, а хотелось бы, в общем, посмотреть состояние батарейки. Так, 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 как это сделать? Давайте попробуем подловить его в тот момент, когда он включится. А, да, сейчас он включится, мы сделаем яркость. Блин, уже не сделаем. Походу, не включается больше. Как раз, как однажды кто-то подсказал из подписчиков, что там успею его включить, убавь яркость на минимум. И да, на самом деле, если смотреть показания на боксе, то есть, когда у нас идет яркость максимальная, то есть, там очень высокое потребление идет. Там буквально по мощности это выше 30 ватт идет. 35-36 что-то такое, это, то есть, очень высокое потребление. И вот сейчас как раз таки что и происходит. Видимо, на финальной стадии, когда он должен максимально запустить яркость, ему не хватает мощности от батареи, несмотря на то, что он на зарядке, и он вырубается. Так, это не круто, потому как в таком виде никак нам не посмотреть емкость батареи. Да, что-то вот немножко вот так вот получилось. Ну да ладно, здесь визуально, собственно, выглядит страшно, поэтому здесь уже не будем мучить. Давайте делать. Так, залеченый экранчик в сторону. Да, вот это, конечно, колоссальная штука. И вот тех лястики, о которых я говорил, они почему-то вот с этой стороны видны, а вот здесь их нет. В чем идея, в чем смысл этой темы, я вот что-то не могу понять. А, нет, они есть, очень идут тут плотно-то. Да, здесь тоже батарею поджало. Так, ладно, снимем сначала с донора, получается, а потом будем с клиентской. Так, и наш донор вот такой потрепанный, потрепанный, жизнеуставший. Здесь, в общем, там была история, там загиб по корпусу в средней части, он там был поломан-переломан, плату загнуло, просто отвалился, там, ну, в общем, такая история. Купили за недорого, что называется. Ну, с другой стороны, как недорого, но пригодился. Ну, и да, вот получается, вот реально, вот только взявшись за замену батарейки на этом устройстве, ты понимаешь, почему Apple у них не меняет и не предлагает замену, потому что такое доверить человеку, ну, блин, нельзя вообще на самом деле. И в рамках вот этого всего минимизации человеческого фактора, как мы это называем, как мы это понимаем, да, официально в компании нельзя заменить аккумуляторную батарею. Так, да, здесь задача была очень аккуратно извлечь донорскую батарейку, никакого не придавки, ни изгиба, ничего, это сделано, ее в сторону, и сейчас то же самое нужно будет проделать непосредственно на устройстве. Здесь это еще сложнее, потому что нужно будет всю плату аккуратно изъять и потом извлекать батарейку. Так, это пока в сторону, это в сторону. Так, друзья, да, извлек батарейку наконец, вот честно сказать, моя любовь к iPad'ам, вот на этом устройстве что-то вообще уменьшается. Это вообще просто нереальная штука, тут врагу не пожелаешь это изымать, это просто ныряло вообще, 100-500 миллионов шлейфов, все вот так, вот так, вот так. Батарейка имеет хлястики, но еще при этом она приклеена очень сильно, вот на такую плоскость проклейки, нереально, вообще непонятна логика вот этих действий. С одной стороны вот хлястик, который должен изыматься, а с другой стороны еще дублирующая проклейка, которая несъемная, одноразовая. Не понимаю вообще, ну это адский ад. Так, ну да, друзья, вот честно сказать, я не знаю, как это назвать, пошатнулась вера моя. Ну вот кто это сделал, я не знаю, это диверсанты походу. Столько шлейфов, один вот так, другой вот так, очень тонкий, всякий, как сяо, там все, вообще куча всего миллион, миллиард вообще. Я не знаю, врагу не пожелаю менять аккумулятор на этом устройстве, но блин, время им скоро приходит. Что мы будем с этим делать, я даже не знаю. Вот если кто-то там скажет, надо, необходимо, да, вот вообще, я вот честно сказать, вообще подумаю, полезу ли я сюда еще раз. Так, да, все вот так вот подключил, контрольно сейчас проверим, и финально будем закрывать. Так, да, есть у нас индикация разряженного устройства, ждем, проверяем и финально закрываем. Так, ребята, да, тут много уже закрутилось, событий всяких разных произошло, и вот это устройство у меня до сих пор лежит, вообще что-то никак не одупляется. Показывает индикацию заряда. И да, сложность в чем, как бы небольшая непонятка, Type-C, Type-C напоминает этот девайс. И вот даже пришлось тут немножко съездить там к коллегам, взять вот такой измерительный прибор, чтобы посмотреть уровень потребления устройства. И скорее всего есть, да, какая-то проблема, потому что так просто вот до такого состояния батарейки на таком устройстве не вздуваются, на таком свежем устройстве. Так, и сейчас посмотрим, да, что именно будет потреблять аппарат. Так, и да, собственно, вот что интересует, это у нас синенькие значения, это уровень потребления устройства, но у нас не дотягивает даже до 0,5. От необходимой полноценной единицы даже больше, потому как это устройство поддерживает уже мощные зарядные блоки, и там должно полторашку брать смело, а здесь у нас только 0,4. 0,47, если быть точным. И да, он вот в таком вот виде лежит, получается, и никак вообще не хватает ему. Что у нас в принципе и происходило на родной, сдавшейся батарейке, то есть у нас один раз как-то стартанул, видимо, там подкопился заряд. Здесь наша батарея, она лежала более... Да, наша батарея находилась более долго без заряда, и, соответственно, он сейчас просто... Вот уже полдня пролежал, и, соответственно, не стартует. Так, это нехорошо, это нехороший признак. Так, 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 теоретически, да, при таком уровне потребления он все-таки стартанет, рано или поздно. Но вот как у нас произошло на родной батарейке, он, видимо, включается, дальше ему не хватает как-то уровня заряда, либо перестает заряжаться, а это есть определенная неисправность под это. И он, соответственно, у нас опять-таки вырубается, как и было на яблоке, и вот так вот так. Так, то здесь придумать. Ну да, видимо, здесь все-таки надо позаниматься еще дополнительно этим устройством. И, возможно, нужно его пересогласовать, дабы оставить. Так, да, не знаю, все-таки, наверное, перенесем эту всю историю на попозже. Здесь у нас, да, давайте вот это вот покажу, что мы рассуждения какие ведем по поводу нашего вот этого XR. То есть, напоминаю, здесь прошили батарейку старую, бэушную, прописали в нее состояние стопроцентное. И вот, да, получается второй день теста. Пока что пару циклов зарядом она прогнулась, но пока не пересчитала объем. Задача в чем? То есть, посмотреть, когда он ее пронициализирует по новой, как он это постепенно сделает, либо сразу перебросит на 90% объем. И из вот этих всех данных мы перейдем на следующий этап, который обсудим, покажем. Так, здесь на тесте по-прежнему продолжаем наблюдать, так сказать. По iPad'у, да, в принципе, я уже вот по текущим данным понимаю, что там, к чему это ведется все. И да, это не так просто произошло, владелец такой вздутия батареи был очень этому удивлен, о чем на таком аппарате еще раз говорю. И там, скорее всего, по части микросхем питания это имеет отношение. Да, не круто, конечно, что у нас... Ну да, у нас батарея просто долго очень лежала. Так, да, тут уже день у нас весь прошел, дабы ждать нам больше некуда. Я думаю, что пока давайте на этом закруглимся, как говорится, пока что. На этом все. Всем привет и всего. Если будет что-то интересное, покажем. О, не успел уйти. Да, и да, то, что я думал... Эх, только не выключайся. Да, то, что я думал, когда он стартует, как вот и происходило первый раз на родной батарейке, он у нас перестает заряжаться. То есть пропадает индикация заряда батареи. Да, то есть заряжается в выключенном состоянии, причем не берет полноценно, берет только 0,5 от необходимого. И вот да, сейчас покажу. Вот, кстати, надо яркость убавить, чтобы он... А, сейчас вырубится. Да, еще раз получается. Да, вот он стартанул на зарядке, и у нас потребление нулевое вообще. Ну там 0, уже там идут даже десятые, не сотые, а десятые потребления, и это вообще как бы не заряжается устройство. Так, да, это не круто, потому как на этом устройстве вот эти микросхемы, они уже такие идут более сложные. В принципе, это можно сделать, но вот цена вопроса здесь будет складываться довольно дорогая. Так, обсудим с владельцем по новым данным. Если будет интересно, продолжим. А, да, вырубился. Так, и вот сейчас по идее у нас он вырубился, и сейчас потребления должны подскочить опять до 0,47. Бац, и да. Да, здесь все логично, все понятно. Так, обозначаем владельцу. Все, теперь точно все. Всем привет и всего. Субтитры подогнал «Симон»!